Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и это Batman The Telltale Series. Посмотрим, что за игра. Вы, кстати, отписывали в комментариях, что типа Флик, сделай на неё видео. И я вот решился замутить, посмотреть вообще, что она из себя представляет. Это больше, знаете, как типа сериала такого, но и игра в тот же момент. То есть мы выбираем, какие действия нужно сделать. Итак, испытайте все возможности, используйте учётную запись Telltale не сейчас. Я, честно говоря... Вау, серьёзно, такая графика прям будет, да? Присоединяйтесь к обсуждениям. Это понятно. Эпизоды ещё, настройки. Давайте глянем. Ну, хочу сказать, что прям очень добротно всё. Размер субтитров мне нужен. Крупный, нет, средний сделаем. Так, громкость музыки, это всё понятно. Показ субтитров тоже, блин, ну всё чётенько прям. Описание, файлы сохранения. Применить настроечки. Эпизоды. Давайте глянем. У меня вообще прохождения тут никакого не было. Или мы можем выбирать? Ага, эпизод 2. Мульти. Купить там, видели, да? Ну, давайте начнём первый эпизод, посмотрим, что здесь вообще. Многие, наверное, прошли давно эту игру. И вы знаете сюжет, но я запускаю впервые. Возможно, это видео будет долгим. Выбранный вами цвет бэттехники определяет, как будут выглядеть устройства и снаряжение Бэтмена, а также интерфейс. Ну, мне, честно говоря, нравится жёлтенький, да? Фиолетовый сумасшедший. Вот фиолетовый всё-таки интереснее. Жёлтый слишком какой-то предсказуемый. Хотя нет. Лучше жёлтый выбрать. Его будет видно, по крайней мере. Лучше, чем все остальные. Все остальные тёмные. Итак. Надеюсь, я не пожалею то, что я выбрал жёлтый цвет. Эта игра адаптируется к выбору, который вы делаете. Сюжет меняется в соответствии с вашей манерой игры. У меня будет сумасшедшая манера игры. Отключим логику нафиг. Чтобы реально было интереснее. Потому что стандартный сюжет, наверное, все видели. Итак. Я слышу, как в левом ухе у меня вертолёз жужжит. Так. Мэрия. 2032. Прикиньте, я почти в это же время видео снимаю. Какой-то чувачок сидит. Эй, что ты... Опа. Здесь есть кровь. Чуваки ворвались в какое-то здание. И что-то сейчас будет твориться. Окей. City of Gotham. Выход. Хм. Похоже на... Чуваков двуликово, что ли. Откройте её. Понял. Окей. Думаешь, он появится? Он разнесёт всё. Сосредоточься. Что-то тут на английском написано, что-то на русском. Ну, неплохо, хочу сказать. Игруха, кстати, чуть больше гигабайта, по-моему, весит. Последующие эпизоды, естественно, покупаются. Мне интересно посмотреть, почём. Вперёд! Сейчас здесь бомбочка взорвётся, я думаю. Или нет. Бабах! Всё, сейчас он упадёт. Слишком быстро. Все назад! Ну, понятно, каких-то крутых эффектов тут не стоит ожидать. Они на 52-м этаже. Я иду внутрь. Эй, стой! Не нужно. Это же Бэтмен, чё ты паришься в длину? Беспокоишься за него. Отправил троих в больницу, остальных... Неудивительно, что копы хотят убить его? Да, в зоопарке Готэма. С остальными летающими тварями. Так, это я помню, кстати. Я у кого-то смотрел видосик. Так. Ну, давай, будем нажимать. Упс. Что это такое? Чувак, надо сразу смотреть, откуда эта штука прилетела, блин. Ты чё, Бэтмена не разглядел? Давай, на! Эпично, красиво! Давай, валить его будем. Я! Бэтмен! Блин, он эпично выглядит, кстати. Всё. Мы ничего не делаем, мы, по сути, только выбираем и всё. Чёрт! Куда он делся? Кто бы здесь не появился, не выпускайте его. Фонарик, да, конечно, без фонарика никуда. А я сверху. Давай. Что же будет дальше? Кому, кстати, интересно продолжение, прохождение, отписывайте в комментариях и давайте наберём хотя бы 500 лайков. Что это было? И я приобрету следующий эпизод, и мы сделаем на него видео. Ага. Чувак, давай-ка я тебя развяжу. Мне нужно всё делать очень оперативно. Что это? Нажмите на точку, чтобы атаковать. А, понятно, он, короче, в шахту лифта. Опа. Чувачок исчез. Встать кругом. Блин, откуда их трое? Двое же оставалось. Давай, кинем им. Дымовуха. Чёрт, кто-то вонял. Это ты снова, да? Давай, по одному будем забирать. Оп. Одного забрали, второго забрали. А третьего мы оставим на закуску. Чувак, у нас проблемы. Давай, давай. Опа. Здесь нужно оперативно, короче, нажимать. Все чуваки висят. Прикольно. И тут встал Бэтмен. Со светящимися глазами. Он эпично, кстати, смотрится. Опа. Я успел нажать? Не успел? Успел вроде бы. Давай, в морду ему. Опа. Ствол. Давай, давай, давай. На тебе. Опа. Эпичный Бэтмен. Ну. Чё, биться будем дальше? Жаль нам не дают прям возможности. Ух. Ух. Фейл. 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 На. Вот теперь не фейл был. Вернулся. На тебе, Мартас. На ещё. Отлично. Вот здесь надо чаще нажимать. На. Отлично. Ух ты, мы чё-то даже разбили ему. Извини, чувак, что я помял твой костюмчик красивый. Почему-то игрушка подлагивать начала. Вот так. Давай, поднимем его, допросим. Разве мама не учила тебе стучаться? Сзади большой мальчик. Опа. Здесь забрала, засранка. Тихо надо от этой штуки. И вернуться. Круто. Так, стоять, женщина-кошка. Не-не-не-не-не-не. Давай, нет-нет-нет. Мы должны успеть, блин. Фиолетовый. Так, ладно. Стоять. Да вы чё, издеваетесь, что ли? Я, блин, помогаю вам. Отлично. Мы, короче, поднимаемся наверх. На крышу. И там встретимся с... красавицей. Кошечкой. Ну чё? Свистнуть хочешь? Не царапины. Пока что. Это не твоё. Мне было интересно пересекаться... Ты нарушила закон, и я вот здесь. Ой, завязывай. За конь. Не говори мне, что причина твоих поступков это... радиоострых... Так. Радиоострых ощущений, конечно. Я покажу тебе острые ощущения. Должна признать, ты умеешь играть в догонялки. Возможно, однажды ты поймёшь меня. Сегодня. Разве ты не знал, что нельзя загонять дикое животное... в угол, это опасно. Тогда давай посадим тебя в клетку. Давай, Бэт. Давай. Побьёмся с этой подругой. А чё вы нет? Вот. Тихо. Вот. 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 Тихо. Вот. Аккуратней, блин. Она меня чё, позарапала? Нет? Ах так, подруга, да? Так, смотрим, смотрим. Сейчас свайпы всякие появятся. Ага. Опа. Попался, Бэт. Не-не-не-не-не-не. И чё? Ага. Так, аккуратней. У-ти-ти-ти-ти-ти. Тёшка-тёшка, туда надо нажимать-то. На консоль, конечно, попроще. Я думаю, там всего лишь нужно на сами клавиши нажимать, он будет подсказывать. А здесь мы свайпаем, на что-то нажимаем. Ух ты! Давай, подруга. Нельзя, нельзя нам. Ой, зачем? Там же дети потом рождаются, ё-моё. Ты прям жёсткий чувак, хочу сказать. Всё закончено. Я бы не была так уверена. Опа. Факин щет, куда это она меня? Нет, давай, давай. Я надеюсь, я успею. Есть. Попалась, подруга. Я тебя просто так не отпущу. Со свидания я решила убежать, да? Вот вовремя вы, чуваки, зачем? Стой, стой, стой. Не стрелять. Не мешайте ему. Тихо-тихо. Подруга. Перестань, перестань вот это заниматься делом. Неблагодарным. Махать тут решила. Утю-тихо-тихо. Ох. Блин, жёстко он с женщиной обращается. Ну, давай, Бэтс. Опа. Украл. Выкинул. Ага, молочек, молочек. Зачем нужно было влезать в неприятности, подруга? Черт. Короче, мы всё равно украли. Опа. Кто это в него выстрелил? Нет, подожди. Не убегай со свидания, подруга. Ну, ладно, по крайней мере, мы урвали диск. Оп. Давай. Чуть не пропустил момент. Давай, 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 чувак. Ты должен её спасти, она не должна разбиться. Забыл, как её зовут, эту подругу. Вот. Есть. Было бы не прикольно, если бы я не нажал и всё. Кончина в ужас какая-нибудь. У-у-у, лови, лови её! Всё. Нормуль, нормуль. Спасли. Так. Чё у нас дальше? Пока ничего. Кажется, я ошиблась насчёт того, что ты поймаешь меня. Давайте вот это выберем. Отвечали и я отпущу. Ты не сделаешь это. Ты не такой. Ну да, я не такой. Пока, Бет. Ах ты... Хотел бы я её назвать. Но не буду. Дети смотрят. Кстати, может быть, вы хотели бы какой-нибудь видос посмотреть с ненормативной лексикой? Да, это было больно, чувак. Выходите из тени. И будьте сегодня Брюсом Уэйном. Этот бой намного сложнее. Не дайте над гробным памятником стать. Не успеваю я читать. Слишком быстро эти чуваки базарят, блин. Здравствуйте, здравствуйте. Я красавчик Брюс Уэйн. Время спасать город. У нас будет продолжение, или это уже следующий эпизод? Итак. Спасибо, спасибо всем вам. Мне, скромному окруженному прокурору, непривычно столь громкие похвалы. Пусть даже мне и удалось вдвое снизить уровень преступности в Готэме, слишком долго наш город горел под властью мэра Хилла в огне коррупции и жадности. Но я обещаю вам наш голос за Харви Денте, и этот голос за то, чтобы топнуть, топнуть, блин. Вместе мы в силу затопить пламя и спасти наш великий город. Это Харви Дент? Да, скорее всего, Харви Дент. Красавчики. Если бы только мистер Уэйн, самый главный сторонник моей компании, мог слышать те аплодисменты. А вот и он, как всегда, роскошный и роскошно опаздывающий. Да, я могу. Здрасте, Брюс. Добро пожаловать в особняк Уэйнов. Пейте мое вино, но оно очень дорогое. Ну ладно, добро пожаловать. Простите меня за опоздание. Ничего страшного, мистер Уэйн, это ваш дом, блин. Еще раз всем благодаря... Еще раз всех благодаря за вашу решительную поддержку. Все вместе мы изменим Готэм. Окей. Мистер Уэйн, спасибо, что открыли для нас свой дом. Я знаю, что это самый большой особняк в Готэме, но не думаю, что вы заблудились по пути к нам. Где вы были, блин? Работал в ночную смену, было важное дело, люблю как следует обставить свое появление. Я хотел как следует обставить свое появление, но и едва не пропустили его. Вы из столб города и столб чего-то там. И вы нужны... И вы нужны мне здесь! Эти люди пришли посмотреть не на меня. Шампанского? Они пришли увидеть того самого Брюса Уэйна, я прав? А я отсюда неплохо их вижу. Не так уж больно. Всего лишь небольшая встреча с потенциальными спонсорами, на которой вы сложите... На которую вы сложите губы в улыбках. Так, ненавижу быть тем, кем я являюсь. Я делаю это ради Готэма. Вот, давайте будем ради благой вещи. Это мой дом. Это наш дом. Вам это тоже пойдет на пользу. Когда я стану мэром и подниму город с колен, вы будете героем, профинансированным чего-то там. Теперь мне нужен только... Дент даст криминалу по зубам. Наши надежды на Харли. Новое лицо Готэма. Ну, давайте. Не, надо было, конечно, первое выбрать. Как насчет нашей надежды на Харви? Послушайте, а это довольно... Буду использовать. Я говорю серьезно. Вместе мы с вами изменим Готэм. Это будет город свободный. Я тоже этого хочу, Харви. Но вы сами понимаете, что жопа у нас в городе. Коррупция, рассрочки, кредиты. Ладно, короче, я уже свое добавляю немножко. У людей денег нет, но вы держитесь. Ладно. Отшутились. Так. Ну че, куда мы идем-то? Кого мы сейчас увидим? Кто ты такой? Че ты бухаешь, мое дорогое вино, а? Оз. Мистер Уэйн, позвольте представить вам... Боба Регина Целлербах. Я и знаю. Здравствуйте, Брюс. Регина представительница проявления Уэйн. Чего там? В прошлый раз голосовал... Признаюсь, мистер Уэйн, я не очень хорошо знаю мистера Дента, но все же я доверяю вашей семье. Если вы верите в Дента, мы верим в вас. В конце концов, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ах, я не успел ничего сказать. Промолчал. Немногословный человек. Такой, как ваш отец. Такие странные семьи, как наши с вами, должны держаться вместе, как птицы на... Дорогая, ты читаешь мои мысли? Нет, это сущая правда. Уэйн и Телебрахи на... Блин. Они вроде не так много базарят, но я не успеваю читать. Когда экшон будет. Все мы хотим экшена, конечно же, но на самом деле, тут у нас история. Игруха есть не только на мобильных устройствах, но и на... Консолях, насколько я знаю, и на ПК. Поправьте меня, если что. Простите мою прямоту, но один человек не в силах изменить. Надежда способна рассеять тьму, смотря как он пойдет рейс. Вот мне понравилось первое утверждение. Должен сказать, что здесь я соглашусь с вашей супругой, мистер. Даже искра надежды способна рассеять тьму. Идеалийса с счетом в банке. До дня выборов он остается без... Я знаю, что Брюс будет счастлив потратить все до последнего. В этом я не сомневаюсь, короче. Но не волнуйтесь. С помощью Брюса мы перестроим старую лечебницу Архем и современную психиатрическую больницу. И закинем туда жителей Готэма. Ладно, шучу. Она будет посвящена Томасу и Марте Уэйн в надежде на то, что никому не после всего, что ваш родитель сделал для города, погибнуть от руки грабителя в каком-то переулке. Блин, нафиг вы вот на ран это давите, а? Это ужасно. Просто ужасно. Вы в столь юные годы пережили такую трагедию. И если бы тот ненормальный человек вовремя получил адекватное лечение, быть может, мы собрались здесь ради... Это было давно. Да, но это было уже так давно. Я оставил пережитые позади. Конечно, конечно. Весь мы поможем городу, короче. Харви, блин, на своей волне, короче. Мы за город, мы всем поможем, все будет хорошо. Коррупцию нафиг. Не то, чтобы я в вас сомневался, но все прошло. Сегодня просто вечер хвалебных отзывов. Че за звуки? А, просто музончик такой. О, добрый вечер. Кто это у нас такая? Харви Дэн, следующий мэр Готэморат. Познакомиться со столь очаровательной девушкой. Вики Вэлл, в комплиментах. Вики Вэлл, блин, кто это? Че-то я не помню. Вы не возражаете, если я все же останусь. Вообще-то возражаю. Сугубо неофициально. Вы можете остаться, мисс Вэлл. Хорошо, вы можете остаться. Брюс? Роскошное мероприятие, мисс Вэлл. Позвоните мне. Зовите меня просто Брюс, подруга. Сегодня вечером вы заняты тем, что всех очаровываете. Но как вы сами себя чувствуете? Тяжелый вопрос. Он сделает улицы безопаснее. Теперь, когда вы здесь намного лучше, он закроет лечебницу Архан. Вот так. Будем, короче, идеалистами. Будем верить в хорошее одного только дня. Можно предположить, что Брюс Вэйн чувствует себя и отдыхает короны по ночам и выходным. Мистер Вэйн, у вас какое-то пятно на воротнике. Это что, кровь? А это я побрился так фигуло. Да, идеально вообще. Может быть, это губная помага. Блин, надо было второе выбрать. Так чисто для прикола. Выбрались сами, без дворецкого? Шучу, шучу. Прошу прощения, мистер Вэйн, но прибыл еще один гость. Уверен, он сам разберется. Этого гостя вы, вероятно, предпочтите встретить лично, сэр. Кто это такой? Кармен Фалькона? Мистер Дэнт обращается с предвыборной поддержкой к крупнейшему коррупционеру, блин? Фалькона никогда не был уличен ни в чем. Простите нас, мистер Вэйн. А, бывает че. Так. Как по-важному, каким бизнесом? Таким, который позволяет ему контролировать весь Готэм. Так, таково неизбежное зло политики, Брюс. Все это ради блага. Все это ради блага Готэма. Я не хочу его здесь видеть. Мне это не нравится. Я доверяю вам, Харро. Мне это не нравится, чувак. Какого фига этот лысый муд... Мужик! Разгуливают по моему дому. Я его, вроде, не приглашал. Хотите совет, Брюс? Будьте с ним как можно милее. Да я ему сейчас жопу надеру. Вы в курсе, что я подыскиваю чего-то? Приличный особняк, высокие потолки и достаточно места для моих автомобилей. Пошел в жопу, блин, урод. Пожалуй, возьму вам и его никогда не продам. Он вам не по карману. Давайте пока поговорим наедине. Я его никогда, чувак, тебе не продам. Этот дом построен моей семьей. Он не продается. Все продается, мистер Уэйн. Прямо мне хочется его уничтожить. Все. Надо только подобрать подходящую валюту. Карман Фалькона. Благодарю вас за теплый прием. А я бы ему руку не пожал. Пошел в жопу, сказал бы и... И все. Типа, вали отсюда. Все смотрят на меня. Отказаться, блин. Вы человек... Не-не, чувак. Фалькона это запомнит. Запомни, запомни, чувак. Я Бэтмен, есть еще. Джентльмены, возможно, вам будет удобнее в бильярдой. Не угодно ли проследовать за мной? Пойдем, пойдем, чувак. Поговорим там. Не думай, что у тебя есть бабло, и ты все решишь. Вам нужно знать, мистер Фалькона, что по словам моих аналитиков... Чувак, тебе сюда не надо. Они и так неплохо пообщаются. Брюс. Харви идет со мной. Я поговорю с Фалькона наедине. Нет, мы наедине поговорим. Один на один. С глазу на глаз. Все свалили нафиг. Харви это запомнит. Ладно. Э, какого фига все остальные остались? Я сказал, все свалили. Харви весь в своем репертуаре. Так, хочет, чтобы все шло по правилам. Но по моему опыту есть закон, а есть то, как надо поступать. Вы понимаете? И я бы хотела видеть, что Харви вообще помогает этому городу, вместо того, чтобы сказать что-то хорошо. Ну, я бы сказал, что ты можешь обмануть закон и все, что... До определенного предела. Те, кто болтается посередине, не запоминает. Я пришел не ради пустой болтовни о политике, мистер Уэйн. От нее у меня пучит живот. Всего этого я наелся. Досы-то. Так что давайте поговорим об отношениях. Давай. Начистим. Оставить мел на столе. Ты че офигел? Ты в мой дом пришел? Я тебе мелом буду натирать твой... Кей? Фалькона это заметил. Куда делся? Что же, представьте себе. Это я. И все мои друзья в Готэме. Бизнес, рестораны, клубы, порт, профсоюзы, политики. Я заставляю всех двигаться и хочу, чтобы движение не прекращалось, если Харви станет мэром. Вот почему я посетил сегодня вечером ваш милый дом в надежде обрести нового друга. Я сделаю это только ради Харви. Я способен найти общий язык с кем угодно. Мы с вами не друзья. Мужик, я буду, блин... Очень строго. Вам не стоит на это рассчитывать. Послушай-ка меня, сынок. Я знаю, что в глубине души вы понимаете сложившуюся ситуацию. Деньги идут к деньгам. Риски альянса, скрытые издержки. Ваш отец знал, кому пожимать руку. Не говорите моему ОЦ, вам лучше уйти. Я думаю, вам лучше проследовать к выходу. Хорошо, хорошо. Будь по-вашему. Мне обычно не говорят нет. По крайней мере, недолго. Мастер Брюс, ваши гости расходятся. Я бы посоветовал вам проводить их, вы же не хотите показаться невежливым. Да. Сделайте, как говорит ваш лакей, мой мальчик. Да, и в покупке дома я больше не заинтересован. Владелец оказался слишком глуп, и он получит то, что ему причитается. Блин, хороший сюжет, кстати. В отличие от других мобильных игр, этот сюжет интереснее. Бэтмен. The Tale of Tale. Series. Series. Серый, блин. Так, это, я полагаю, был первый эпизод. Или нет? Сон? А, я спускаюсь, наверное, в пещеру Бэтменда. Режиссер... Режиссер эпизода какой-то, Кент. Главный художник Мартин. Создатель персонажей Дэвид Каплан. Дэвид Каплан. Создатель интерьера Кристиан Бэйл. Шутка. Майкл Тсжиг... Блин, какие фамилии. Хореограф Мэтью Лич. Прикольно, здесь хореографы есть. О, точила. Вовсе желтенькая. Конечно, у него было... Вроде бы все синенькое. Эпизод 1. А, он только-только начался, что ли, или закончился? Царство теней. Походу, это видео будет долгим. Но вы сами напросились. Еще одна жестокая неделя в Готэме. Серия домашних краш потрясла и так уже задыхающихся от преступности East End. Два билета каких-то у меня тут. А, те старые билеты, короче, из кинотеатра, видимо. С кровью, как вы видите. И к последним новостям. Пятеро преступников, арестованные сегодня вечером после незаконного... Не все. Давай посмотрим, зачем она охотилась. Селина Кайл. Блин, я вспомнил. Неужели у Хила думают, будто избиратели поверят подобным? Или это лишь отчаянные попытки Хила, теряющую доверие угрожан, выбить из гонки одного из самых многообещающих молодых политиков Готэма. И к другим новостям. Огонь на фабрике не стихнет уже третий день. Пожарные сдаются в попытке бороться с огнем, охватывающим отисбургский принадлежащий Ace Chemical. Причина возгорания до сих пор неизвестна, но что бы ни стало причиной появления огня, силы пожарных они рекомендуют. Короче, мы сейчас, наверное, отправимся спасать, да? Давай глянем, что у нас тут. Так. Убийство гангстера вызвало сильную головную боль у жителей пригорода. Так, ты кто такой? Гамильтон Хилл. Причина номер один. Все дурно, что случается с этим городом. Продажный и прогнивший до мозга костей. Предстоящие выборы должны положить конец его правлению. Так, ну здесь у нас Селина. Блин, я случайно нажал на паузу. Не нужно мне было этого делать. Давай назад. Так, куда мы еще тут посмотрим? О, я могу двигаться! Серьезно! Так, ну это понятно. Билеты, все грусть, печаль. Знаешь, чувак, это тяжело. Я уже это проходил после первой части Бэтмена. Так, прокурор Дент требует от мэра осудиться самодеятельных борцов с преступностью. Ну здесь даже целый этот. Давай, окруженный прокурор. Ну смотрите, здесь есть что почитать, короче. Для отмены нажмите здесь. Окей. Что у нас здесь? Бэт компьютер должен прочесть любые данные на этом диске. А, нам нужно же диск прочитать. Ну давайте попробуем. Да, я тебя понял, мужик. Пошли к этому. Где он там нос? Вот он. Все, давай заберем его и прочитаем. Почти упало с крыши здания. Ради этого. Да, это странно. Давай, зачитаем. Че там у нас есть вообще? Кресло из пола. Прикольно. Мне бы такое. Приходишь домой, такое у тебя кресло из пола поднимается. Посмотрим, что тут интересного. Подробности. Так. И че? Диск зашифрован. Блин. Способен, говорю, на F7 спален. Две кухни, библиотека, спортзал, баскетбольная площадка и кинотеатр. Но все время нахожу вас здесь. В сырой темной пещере. Мне нравится эта пещера. Тогда нам следует построить здесь восьмую спальню. Конечно, я уже вижу ее. Брюс Уэйн. Миллиардер, предприниматель, пещерный человек. Ха-ха. Довольно электрическая. Что? Вы выяснили, что та женщина-кошка в процессе? На что вы смотрите? Хочу попробовать с другого угла. Так, это город у нас. Чтобы вращать голограмму, проведите в нужную сторону. Так, что мы тут найдем? А, нет, увеличивать нельзя, к сожалению. Давай, давай, кружим, кружим, кружим. Это карта восточного побережья. Но это может означать все, что угодно. Деньги, оружие, наркотики, все проходят через этот порт. Может быть, Мархил посещает тому тамошную химчистку? Пока я не могу понять смысл этого, но нужно расшифровать еще множество файлов. А тем временем... Я сберег для вас все. Спасибо, Эл. К сожалению, в баре сохранить удалось немного. Мне пришлось буквально... Но вы будете рады знать, что все гости уже разошлись, включая мистера Фалькона. Причем, прежде чем успели перейти к... Я не стану играть в его игры. Я не хочу ничего, чтобы делать с Фальконом. Однако он определенно показал свой интерес к вам. Это меня беспокоит. Для записи. Ваш отец презирал людей вроде Фалькона. Считал, что они разрушили прекрасную репутацию Готэма. Когда она еще была? Это может быть... Люди вроде этой женщины-кошки не очень полезны. Опа. Впервые ее вижу. Надеюсь, она просто турист. Я уже проверил журнал. Было бы еще что искать. Несколько краж со взломом, незаконные проникновения. Похоже, она предпочитает... Вы могли бы у нее кое-чему поучиться. Вы не можете найти на улицу и не попасть при этом в вечерние новости? Ааа, блин. Бэтмен ни от кого не прячется. И это внимание не из серии. Плейбой миллиардер покупает новую карту. Не хотелось бы вновь никто ни о чем не догадывает Сэл. Мисс Вэл заметила ваши роны. Если они сопоставят это с инцидентом в мэрии, это может разрушить все, что... Чего мы достигли вместе. Ты прав, Альфред. Ты прав, Альфред. Ты прав. Я должен был разрушить события. Но я знаю, сколько мощности ты, Ронда. Я не хочу усугубиться в ваших... Все хорошо, я знаю, ты просто заботишься обо мне. Если мы сделаем сутки, которые мы можем поменяться местами, хотя я не слишком люблю высоту. Просто старикам свойственно заботиться, видимо. Что это такое? Парк, шесть утра. Оз. Мне показалось, что я видел Озу, ведь прошло уже столько лет. Последний раз я видел его, когда мы заканчивали школу. Безусловно. Выдвое были не разлей вода, но Асфальт потом пустился во все тяжкие. Ага, вон он как сейчас выглядит. Волнение по позорной статье. Подпольные боксерские матчи, торговля оружием. Полная колода криминального опыта. Если я правильно использую это... Да, к сожалению, правильно. Озу, утверждает, что просто хотел повидаться с вами, но то, как он вел себя... Почему же он вернулся? Это не совпадение. Ты думаешь, он может что-то знать? Женщина-кошка появляется в тот самый момент, когда Асфальт возвращается в город. Возможно, это не просто совпадение. Все преступления Асфальта, сколько бы их ни было, не сравнятся с ограблением Мэрии. Он всегда попадал в неприятности, но это было весело. И вы оба попадали. И даже несмотря на то, что вы, мастер Кобл-Пол, я бы советовал вам быть осторожнее, но вы, конечно, не бросите загадку неразгаданной. Я буду осторожен, Альфорд, когда вы увидите, что стало с его парком. Угу. Что же у нас идет дальше? Угу. Парк Кобл-Пот. Шесть утра. Че, мы встретимся с ним, да? Где же ты где? Чувачок. Знаете, эта игра больше не про Бэтмена даже, а именно про Брюса Уэйна, насколько я помню. О, сводки, деды. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут лежит. Ну-ка, а че здесь у нас? Че-то написано, чувак, там? Ха-ха. А то туда не можешь пойти, да? А, нет, может. Это хорошо. Ну где же ты? Где же ты? Где? А вот он, по-моему, лежит, да? Проверить. Освальд? Перенес, вот. Да, погреем ручки. Блин, а эпизод первый достаточно долгий. Уже свыше сорока минут я. Играя. Ну, давай куда-нибудь. Вон там же есть у нас какие-то звуки. Телефон, серьезно? Опаздываю. Встречаемся около статуи Оз. Окей. Статуя на месте, но Озе нет. Very strange. Значит, что-то произошло. Давай-ка подойдем к этому чуваку. Че он нам расскажет, интересное? Эй! Отвали! Обиделся, что ли? Ну-ка, давай посмотрим, что здесь у нас. Опять грустную гримасу сделал. Обиженную. Да нет, вот туда, чувак. А, я понял, короче. Вот, давай туда пройдем. Не совсем догнал, как управление здесь адаптируется. Граффити. Когда-то я хотел точно такие же рисовать. Интересные надписи. Коббл-пот-парк. Как тут, однако же, холодно. Ну-ка, давайте посмотрим на эту морду. Может быть, там что-то есть? Что-то он оставил мне. Это ведь пингвин, насколько я помню, да? Опачки. Часы, лопатник. Проткнули насквозь. Сирис? У вас двое. Давай. Попробуй. Что ты сказал? Чёрт с ним. Джентльмены. О, шага давай. Тебя это не касается. Вот здесь вы в корне не правы. Нам с корешем не да... Надо пообщаться. А ну, на. Отлично, хорошо дерется. Отлично. На, на. Лежать. Опа, стволец. На, вот. Выбиваем. Вся. Я в свое время тут без таких отщепенцев. Ну, ох, жестко, чувак. Без зубов так можно остаться. Ох, жестокий. Оз жестокий. Это мой парк. Валите отсюда. Послушай, Брюс. У тебя тут... Грязь. Вот так. Как новенький. Неплохая вышла потасовка, верно? Ну, давайте, скажем спасибо за помощь. Я выманил тебя из твоей башни. И, конечно, не мог допустить, чтобы тебя обули. Очень любезно с твоей стороны. Прошло уже сколько? 20 лет? Нет. И знаешь, за все это время меня ни разу не ограбили. Ну, я же тебя не за этим сюда позвал. Пытаюсь узнать того маленького Брюса, с которым мы тут бегали. Тогда все было, ну, сам знаешь, по-другому. Этот парк был великолепен. Приятное и безопасное место для семей и детей. Лучше раскатать их с собой бульдозером. Нет, ты прав. Будем добрым. Блин, на самом деле можно раскатать с собой бульдозером. Стосольт это запомнит. Мы оба. Сейчас фотку покажет. Этот город сжирает людей. А, нет, он просто бухает. Мама кончила в лечебнице Архэм. Папа наложил на себя руки. Достояние моей семьи ничего не осталось. Я знаю, Альфред. Мне говорил. Забавно, да? Тот же город, что поверг мою семью в прах. Дал тебе все, что у тебя есть. Мы тогда вращались. Не жалю с... Ее тоже потеряло родителей. Я рад, что ты не изменился, Брюс. Хотя я был удивлен, когда увидел Кармена Фалькона на твоем приеме. Это не то, что... Ты думаешь, я не приглаш... Его не приглашали, это просто политика. Надеюсь, никогда его больше не увидеть. В этом я с тобой полностью согласен. Фалькона сидит на горе денег и трупов, построенные на крови таких же семей, как моя. Ему нужен лишь небольшой толчок и... Он упадет. Приятно будет увидеть, как он кувырком... Кувырком. Куда-то там свалится. Прости, дружок, встреча обернулась намного мрачнее, чем предполагалось. Скоро все за... Скоро все завертится. На пороге Готэма стоит революция, и я собираюсь открыть ей дверь. Да ладно. И здесь речь вновь заходит о тебе, Брюс. Куда не кинь камень, разобьешь окно, принадлежащее Уэйн Интерпрайзес. А твое имя в списке богатых властных Готэми на первом месте. Но когда начнется революция, мы будем бить окна и что-то там... В этой битве не победить. Я тебе не враг. Это еще предстоит выяснить, не так ли? Ты очень дорог мне, Брюс. Правда, очень. Вот почему я тебя предупреждаю. Когда все начнется, постарайся быть на правильной стороне. Хм, это интересно. Рад был увидеть, Брюс, но мне пора собирать камни. До скорого. Да, общение было не из приятных. Но хотя бы какие-то воспоминания. Пресс-конференция по поводу новой больницы скоро начнется. Машина ждет на... Ладно. Как-то он шагает не очень хорошо. Ладно. Ладно. Чего у нас будет дальше? Угу. Это снова наш особняк, я так полагаю. Future Home Thomas и Martha Wayne. Memorial Hospital. Так, ух ты, нифига себе, тачилочка. Прикольно. Ты бы мог появиться и на другой тачке. Мистер Wayne, сюда, здесь. Эдрюс, сюда. Что-то как-то народу мало вообще встречает. Не такой он особо популярный. Доброе утро. Доброе утро, мистер Дент. Доброе утро, мистер Дент. Не хочешь поменяться местами? Я, в смысле, моя тачка быстрая, и краска у нее облезла. Мы забрали всех вас не для того, чтобы обсуждать машины честно. Мы здесь из-за лечебницы Архан. Как только ее двери открылись, Архам стала рассадником безумных преступников, можем поговорить, Альфред. Конечно, можем. Что случилось? На пресс-конференции. Срочно жду звонка. Но сегодня, благодаря значительному вкладу этого человека, мы закладываем первый камень на пути к созданию современного учреждения по охране психического здоровья. Оно улучшит самочувствие Готэма и его граждан на многие годы. У мистера Уэйна по этому поводу есть несколько слов, Брюс. Сегодня я здесь, потому что хочу исцелить Готэм, остановить преступность, которая заправляет на наших улицах. Знаете, когда мне было 9, мои родители взяли меня на фильм о герое в маске. Этот герой встал на сторону угнетенных и защищал людей от несправедливости любой ценой. Той ночи мои родители заплатили высочайшую цену, защитив меня от человека, которому нужна была помощь именно того рода, что будет оказываться в этой лечебнице. Этого больше не повторится. Почтим их память с этой больницей. В надежде, что та ночь никогда больше не повторится. Сегодня, спустя год после той трагической ночи, мы посвящаем эту больницу Томасу и Марте Уэйн и объявляем о наступлении новой эры в исцелении Готэма. Совсем что-то мало аплодисментов. Уверен, что у всех у вас есть много вопросов касательно новой больницы, поэтому давайте начнем. Вы первая, мистер Уэйл. С открытием новой больницы, что это будет означать для лечебницы Архам? Давайте, те дни у меня. Она делает преступников еще более неуравномешанными и подвергает опасности город. Мы можем сделать... Хорошо, кто следующий? Вы следующий. Трибюн. Одни девки спрашивают, вы че? Что вы пригласили Фалькона в свой дом? Это свободная страна, Фалькона мне не друг, он пришел в гости к Харви. Ха-ха, можно было на него скинуть реально. Я не завожу дружбу. Он был лишь непрошенным гостем и все. Следующий вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы. Давайте прочитаем текст. Это срочно. Сегодня утром Глоб получила свидетельство, указывающее существование оффшорного счета управления, на что вы намекаете. Операции связаны с организованной преступностью, начатой годы назад и продолжающейся до сих пор. Обрывки бумаг показывают связь вашей семьи с мафией. Да пошел ты знаешь куда, мужик! Без комментариев, да, как вы смеете обвинять моих родителей? Глоб, Гэзет, все мы! Все ваши деньги грязные, нас... Наследи семью, вы знали об этом? Как долго ваша семья вела дела с Фальконом? Короче, ваши источники ошиблись. Если за это Брюси, я не знаю, черт возьми, исправление нанесено ущерба, это моя... Короче, пусть он разбирается. Нам некогда, нужно побазарить с Альфредом. Я пытался дозвониться в поместье полиции. Упс! Че это там происходит? Ну-ка, давайте посмотрим. Блин, реально почти час, как фильм. Эй, осторожней! Это почему же? Вот, по-моему, я ни в чем не виноват, вы совершаете ошибку. Что же, давайте делайте свою работу. Давайте делайте свою работу. Такая у вас работа. Стараемся, нелегко быть полицейским в этом городе. Все делается через голову начальства и через задницу. Ну, это, в принципе, не только у вас. Проследите, чтобы ничего не пропало. Разумеется, сэр. Это интересно. В самом деле, как я уже сказал, ничего личного. Нас интересуют только документы, связанные с Уэйн Энтерпрайзес. Ордер касается вашего места. Прошу прощения, ваших мест проживания. Кто был такое разрешение, мне интересно. Я знаю, что у вас окружающим прокурором вась-вась, но приказ есть приказ. Ордер выдан в соответствии с законом. Тут стоит подпись самого мэра Хилла. Слухи о голосовании обвинения. Но если они подтвердятся, я лично надену на него наручники. Не знаю, в какой связи у мэра Хилла на вас зуб. Хилл знает, что без меня компания Харви провалится. Это было бы очень печально. Мистер Дент единственный из прокуроров, в чьих поставленных... Если бы он стал мэром, думаю, дела бы были лучше. Нам обоим будет лучше, если окажется, что вам... Ничего не грозит. На, что-то уронили. Упс. Козел, он, по-моему, уронил фотографию родителей. Да? Что там у нас? Да. Козел, блин. Неуклюжий коп. Сейчас еще из прошлого, блин. Здесь очень много всего. Забирайте все, что хотите. Послушайте, не надо этого делать. Это печально. И вот эти два билета. Три билета. Брюс. 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 Вы уже второй раз приходите без приглашения. Ну, к вам не так просто записаться на прием. Я ценю уединение. Это ненадолго. Говорите. Мне очень жаль, но если процесса... Но если пресса получит, то... Какой мы неразговорчиваем. Послушайте, Брюс. Скандал вокруг такого славного семейства, как ваше, привлекает внимание публики. Я могу помочь вам привлечь правильное внимание. Через редакцию газет, к чему вы уклоните, не лезьте в это дело, ценю в ваше участие. Давайте, футс. Давайте поценим. Я пытаюсь сказать что-то вроде «Здесь я хороший парень». Да и я об этом говорю. Я все понимаю. Так что позвольте мне вам помочь. Газет, как и все прочие редакции, получила эти так называемые доказательства. Это все просто слухи, источники. Там нет ни грамма. Но все же подобные обвинения, они не появляются на пустом месте. Кто-то охотится за моей семьей, за мной самим. Само собой и называется по имени... Политическая подделка, это все из-за избившихся в газетчиках. Мне кажется, Фалькона стоит за этим. Подруга. Он вломился на вечеринку в честь Харви и сказал буквально «Полезай». Блин, вот зачем ты это рассказал, мужик, а? Не выйдет. Сегодня вечером этот скандал покажет все телеканал Готэму. Он станет главной темой бесед в каждом доме. Мне не впервой попадать в лучи прожекторов. И я знаю, как себя вести. Раз так, давайте включим диктофон и прямо здесь я сейчас... Давайте дадим ей интервью. Так и быть. Я готова. Это выдумки. Вышли на историю от начала и до конца. Это именно то, что должны слышать эти Готэмы. Вики это запомнит. И все, да? Вы справитесь, Брюс. Уэйна всегда выходили победителями. До свидания, мисс Уэйл. Ну, реально, здесь больше о жизни Брюса. Не хочу говорить об этом, но все чувствуют запах дыма. Скоро у нас разгорится этот самый. У Бэтменов много врагов, но моя семья... Это не совпадение. Харви ведь окружной прокурор. Он должен был меня... Раз так узнать, почему этого не произошло. То есть он должен его как-то поддерживать был, но он что-то не поддержал. Кафе Трист, 17.23. Блин, ну он так свободно ходит, он миллиардер, ему где угодно могут просто навалять, блин. Или застрелить. Уволен? Что черт возьми творится? Тоха, кто-то хочет навредить мне. Мы же не хотим устроить еще одну сцену. Пресса уже и так держит меня. Потом полиция вырвалась ко мне в дом, и вы... И что связано с... Короче, они забрали все. Сука, сын. Ты чертов окружной прокурор, я не знал об этом, клянусь. Ладит оправдываться, блин. Я разберусь с этим, клянусь. Вот так-то лучше. Почему Хилл подставляет свою шею? Просто чтобы вовлечь тебя в какое-то непонятное дело? По-любому Фальконе. Как ты думаешь, с этим может быть связан Фальконе? Он не выглядел слишком взволнованным после... Какой кошмар. Хотел бы я просто прекратить это, но не знаю, смогу ли. И если я правильно все понимаю, то после этого расследования Хилл может повернуть все. И это не будет хорошо для нас. Это будет уничтожить дистанцию. Не говори так. Ты? Вот ты где. Привет. Прости, я всегда опаздываю. Рад, что ты пришла. Это, скорее всего, кошечка. Видишь, да? И у него шрамик. Уси-пуси. Ты говорил, что приведешь на обед друга. Это Селина. Селина Кайл. Я просто представлюсь. Значит, вот и вы. Рад с вами познакомиться, мисс Кайл. Селина Кайл. У вас сильное рукопожатие? Ой, извините. Не волнуйтесь, я не упаду. О, простите. Селина недавно в городе. Я показывал ей годы, знакомился с людьми. Ты прекрасный экскурсовод. Будем держаться мужиком. Не будем раскрывать эту бабенцию. У нас еще может быть что-то получится. Я просто злюсь из-за того, что этот урод в маске ушел с моими вещами. Что у тебя пропало? Вообще-то было. Скорее всего, оно уже пропало. Надеюсь, что нет. Там были важные материалы. Существенные? Очень. Я не знаю, как буду объяснять это своему клиенту. Когда на моем рабочем фронте происходит нечто подобное, люди реагируют очень... Давайте спросим, чем она занимается. Это сложно. Высокий риск, высокая прибыль. Биржевой рынок, да? Что-то вроде этого. По крайней мере, я не единственный. Это пресс-конференция? Ах. У нас все под контролем. Правда? Я разберусь с этим. Кому-то в моем офисе нужно знать, что происходит. Прошу прощения, я на минуту. А сейчас я с ней нормально уже поговорю. Просто не хотел перед Харви выдавать ее. Ну? Что, дорогуша? Расскажешь? Кто ты такая? И тут и взгляды пересеклись. И загорелся огонь в их сердцах и глазах. Приятно познакомиться с настоящим тобой. Взаимно. Вообще-то это многое объясняет. Как ты можешь позволить себе чудесную броню все эти игрушки? Вот Харви удивится. Прости за синяк. Это не первый раз, когда меня бьют мужчины. Не волнуйся, я не собираюсь разоблачать тебя. Пока что. Но мне кое-что интересно. Я делаю то, что делаю за деньги, но ты, Брюс Уэйн. Какое оправдание у тебя? У меня есть свои причины, подруга. И только я подумал, что мы приходим к чему-то. Какое разочарование? Зрачки не очень четкие. Я хочу вернуть это. Мне интересно, кто ее нанял. Но ты знаешь, кто я. Люди, на которых я работаю, они не ходят, черт возьми, вокруг да около. Если я не доставлю диск, это будет стоить мне гораздо дороже денег. Похоже, ты сама расте... Чего-то там нет, мы расстелили постель. Что? Ты мне должен. Давайте, я могу помочь. Ладно, хочешь, чтобы я помог тебе? Я помогу. Что я могу сделать? Ты можешь отдать мне диск. Это невозможно. Слушай, у меня мало времени. Мой работодатель ждет, что я передам его. Где? Просто отдай его. Адрес. Сейчас же. Нет, отдай мне диск. Ты должна довериться мне. Все, да, на этом все закончится. Полагаю, мне в любом случае... Хана. Мой контакт. Он ожидает кошку, а не летучую мышь. Когда ты должна была его отправить? 15 минут назад. Лучше поторопиться. Окей. Здесь все хорошо? Да, я просто телефончик у нее стрельнул. Ты мне скажи, мои люди работают над этим. Мы собираемся все уладить. Я чувствую себя уже лучше. Простите, но мне пора бежать. Так скоро вы не останетесь с нами? Да, Брюс, останься выпить. Я бы с радостью, но мне нужно проведать свою Альфу. Как он там, старичок, блин? Такой домино на нем одном. Одном. Та-да-да-да-дом. Котом чего-то там, Вархаус. А, ну, Донтскрифт чего-то. Что же у нас будет дальше? Блин, такой эпизод долгий прям. Прикольно. С чем мы будем биться? Альфред, я на складе. Никаких следов, связанных с женщиной-кошкой. Все, тихо. Похоже на засаду. Будьте начеку. Окей. Окей. Блин, ну у него крутой костюм, хочу сказать. Что, сейчас будет экшом? Давай, давай, чувак, ты сможешь. Давай, 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 давай. У тебя сил полно. Ну, ну, ну. Еще, 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 еще. Короче, не тапать надо. Свайпить. Опа, я вижу копов, убитых. Это очень интересно. Час с лишним уже. Это была не передача, это была бойня. Сколько? Мне придется считать кусочки. Боже, правый. Кто мог такое сделать? Именно это я собираюсь выяснить. Гордон. Доки в восточном районе, склад номер 133. Угу. Одного все-таки чувака здесь оставили. Давайте посмотрим на кишочки. Здесь что-то взорвалось. Так, нужно найти доказательства. Все, слишком размытая текстуру, надо поднять. Химикат, мирская штука. Будьте очень-очень осторожны с этим, кто знает, каким. Предметы, отмеченные, могут быть связаны с подходящими. Да блин, я хочу еще и подвигать. Добавить связь. Ну, добавить. Давайте попробуем связать кишки с этой штукой. Чтобы не взорвалось, у этого было достаточно сил, чтобы уничтожить человек, который стоял рядом. Но сами по себе химикаты были инертными. Посмотрим, смогу ли я собрать единую картину. Давай, давай. У тебя же есть всякие штучки там. Давай посмотрим на труп. Я уже видел эту форму. Восстановите происшедшие события, узнав, какие части доказательств лучше всего могут быть связаны между собой, чтобы составить историю. Давайте проверим. О, можно сюда дойти еще. Канистры хранились здесь. Канистры с чем? Давайте проверим. Что там у нас? Угу. Канистры взорвались, а скулы прошел прямо через дверь. На этот раз я рад, что вы приехали. Ваша броня не защитила бы вас от этого. Ну-ка. Сможешь? Ага, отлично. Осколок. И здесь пуля. Она необычная. Вот почему отверстие расплавлено. Интересно. Девки пляшут. Добавить связь. И давайте вот совместим с чем тут у нас можно совместить. А с чем я реально могу совместить? А, вот с этой штукой. Давайте свяжем. Может быть картинки какая-нибудь родится. Осколок металла от взорванной канистры. Но мне нужно знать, что вызвало взрыв. Реально вот. Эта серия Бэтмена соответствует DC Comics. Потому что DC это расшифровывается как Detective Comics. Не-не-не, давай чувак, иди сюда. И че? Давай разорвем связь. Добавить связь. А, можно вот так вот ходить, короче. А че-нибудь еще мы можем найти тут? Че-то ничего нет совсем. Ну, прикольно, я хотя бы как Бэтмена похожу. Только с этой штукой связать можно. Эпицентр взрыва. Вызвало взрыв. Но пуля! Давайте разорвем связь. Может быть, кстати, попробовать наоборот. Так разорвало всех, конечно. И ничего здесь больше нету. А ты зайти туда можешь, нет? Ну-ка, смотреться. Где же эта штука? Давайте что-нибудь порыскаем здесь. Ну, прикольно. Тени, все дела, все есть. Еще, кстати, насколько я знаю, есть Стражи Галактики. Подобная штука. Да, блин, он задолбал. Отмена связи. Во! Белая роза? Визитная карточка Фалькона. Он в последнее время был занят. Отправив на разведку дронов. Я хочу знать каждый его шаг. Хорошая идея, сэр. Наконец-то я что-то нашел. Ну и что, у меня только две улики. Может, надо было именно... Сначала эту... Фигню посмотреть, а потом уже связывать. Или он то же самое скажет. Вон что-то сзади показывается, короче. Ну, непонятно что. Отсоединить друг от друга предметы, связь между которыми кажется вам слабой. Ну, разорвать связь. Почему у меня другие предметы-то не показываются, а? Ага, вот оно, блин. А что здесь? Что было здесь, когда произошел взрыв? Область, в которой отсутствуют признаки взрыва, показывает, что в этот момент здесь что-то находилось. Давай попробуем поменять. Окей. Мы же детективы. Давайте попробуем. То же самое, что и я сказал. Окей. Добавить связь. И чё, блин? Я задолбаюсь сейчас искать его. Ладно. Пожалуй, на этом я завершу. Очень длинный ролик получился. Кому интересно продолжение, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал, если вы ещё этого не сделали. Делитесь видео с друзьями. И, конечно же, не забывайте оставлять комментарии. А с вами был Фликер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok